50 километров водопроводных сетей реконструируют в этом году в Караганде. Чиновники рапортуют, что доступ к центральному водоснабжению есть у почти 99% жителей городов региона. На аппаратном совещании в этот раз разбирали вопросы реализации инфраструктурных проектов. Подробности далее. 4,2 миллиарда тенге потратят в этом году на реализацию 8 проектов по развитию системы водоснабжения Караганды. На выделенные средства планируют реконструировать 50 километров сетей. На уточнение республиканского бюджета текущего года дополнительно заявлено 3,4 миллиарда тенге на строительство и реконструкцию 75 километров сетей. В области 342 населенных пункта с общей численностью 209 186 человек. Централизованным водоснабжением охвачены 93,6% населения сельской местности или 224 села. В Караганде доступ к услугам центрального водоснабжения имеет 99,2% населения. Хотя в городе есть участки, где частично отсутствует система водоснабжения, говорит местный городоначальник. Это Тихоновка, рабочий поселок Сортировки, район Нефтебазы и Сахалин. Для улучшения показателей и решения вопросов по подключению оставшихся домов в центральной системе водоснабжения, мы разрабатываем несколько проектов. Это проект строительства водопроводных сетей поселка Тихоновка и поселка старая и новая Тихоновка. Разработку двух проектов планируем завершить уже в следующем месяце и с последующим проведением конкурсной процедуры. С привлечением спонсорских средств власти решают вопрос централизованного водоснабжения в рабочем поселке Сортировки. В итоге удалось доработать старый проект, сейчас ведут подключение домов к ранее проложенным сетям. Работы ведутся и в поселке Сахалин. Там проложат порядка 9 километров водопроводных сетей. Все вопросы по налаживанию водоснабжения в Караганде планируют решить к концу 2025 года, уверяет Мирам Кожухов. Управление энергетикой, акимом городов и районов обеспечит качество выполняемых работ и своевременную вводу и эксплуатацию всех запланированных проектов. Мы приняли соответствующий план на 2025 год с разреза каждого сельского округа, районов и городов. Поэтому надо будет предусмотреть полное финансирование из бюджетов. В Тимиртау по итогам года без централизованного водоснабжения останутся всего 2017 абонентов, говорят чиновники. Это часть соцгорода и несколько микрорайонов. Для их подключения сейчас решают вопросы с проектно-сметной документацией. После будут запрашивать деньги из республиканского бюджета. Общая стоимость строительно-монтажных работ – 2,6 миллиарда тенге. К концу года у нас полностью все проектные решения будут на 2017 абонентов. Заявимся в вышестоящий бюджет. В этом году проведем конкурсные процедуры. К концу 2025 года всех обеспечим централизованным водоснабжением. В 118 селах Карагантинской области, где проживают более 13 тысяч человек, имеется доступ к питьевой воде. Из бюджета в этом году на реализацию 32 проектов по водоснабжению выделено 4,8 миллиарда тенге. Запланировано построить и реконструировать 60 километров водопроводных сетей в сельских населенных пунктах. На уточнение республиканского бюджета текущего года дополнительно заявлено 3,6 миллиарда тенге на строительство и реконструкцию почти 112 километров сетей в 16 селах. Средний износ городских водопроводных сетей по региону составляет 65,6%, говорит Лектес Досаев. Помимо выделенных средств на уточнение бюджета, власти надеются получить еще 7 миллиардов тенге для скорейшей реализации намеченных планов.